Я верю в то, что это будет потрясающий год Божьей благости. Не думаю, что вы слышите, о чем я говорю, а говорю и о благости, из-за которой вы будете молиться на коленях. В это же самое время мы увидим, как многие люди приходят в тело Христова, многие примут рождение свыше, многие изменят свое мнение обо многом. Послание к Ефесинам, первая глава, и здесь содержатся инструкции. Мы не действовали по ним, потому что думали, что так делать непочетно. Но сегодня я покажу вам вещи, которые доставят честь этому посланию, а также дадут вам уверенность в его реализации. Послание к Ефесинам, первая глава, третий стих. Давайте прочтем этот стих вместе. Все одновременно. Готовы? Читаем. Благословен Бог и Отец Господа нашего и Иисуса Христа. Благословивший нас, Бог, который благословил нас во Христе и Иисусе всяким духовным благословением в небесах. Обратите внимание на то, что говорит апостол. Благословен Бог и Отец Господа нашего и Иисуса Христа. Бог, который что? Бог, который что? Он уже благословил нас? Отлично. Бог, который благословил нас всяким духовным благословением. Итак, Бог благословил нас, говоря конкретно, всеми духовными благословениями. Если вы изучите это местописание подробно, то узнайте, что Бог благословил нас всяким духовным благословением. Он благословил нас всяким видом благословения. Всеми духовными благословениями. Вот один из аспектов, который я стал рассматривать. Вы знаете, что я не такой человек, который все время загружает во знаниями из греческого и еврейского языков. Но я изучаю эти языки, чтобы иметь твердое понимание того, как эти слова используются, чтобы мы не упустили сути. Еврейское слово, означающее здесь благословение, барак. Барак. Это напоминает вам об одном политике, да? Греческое слово, на котором мы сосредоточимся, потому что это послание написано на греческом. Это слово происходит от другого интересного слова. Юлогия. Логос. Юлогиос. Нам надо понять значение этого слова. Юлогия. Скажите его, потому что я хочу убедиться в том, что вы слышите меня. Юлогия. Скажите еще раз. Юлогия. Одна из причин, почему я это делаю. Логия происходит от логос, означающего слово. Префикс в этом слове «ю», что означает «хороший». Благой. Ихилогия означает «говорите вы хорошо». «Говорите вы хорошо». «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который «юлогия». Который дал нам способность говорить хорошо. «Говорить добро». А это означает, что благословение, которое было дано нам, не будет высвобождено без наших слов. Наши уста должны участвовать. Давайте я проиллюстрирую то, что говорю. Откройте книгу Бытия, первую главу. Вы видите, как Бог демонстрирует это. Бытие, первая глава, 22 стих. Если вы там, скажите «аминь». Вы знаете, как я это делаю. Когда разбираю какое-то местописание, я читаю параллельные места. «Изучая местописание, я делаю так, чтобы и вы участвовали». Давайте прочтем 22 стих вместе. «И благословил их Бог». Что дальше? Ого! Бог благословил их как? Если бы Бог ничего не сказал, мог бы Он благословить их? Значит, Он благословил их как? Говоря. Здесь сказано. «И благословил их Бог, говоря». Открыв уста, Он высвободил эту часть благословения. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы доразмножаются на земле». Он благословил их, говоря. Но прочитайте 28 стих. «Бог сотворил человека по образу своему». И дальше, 28 стих. «И благословил их Бог и...» Что? Я делаю вывод и уверяю вас в том, что не бывает благословений без слов. «Бог благословил их, говоря». Бог благословил их, говоря. И обратите внимание, что Он сказал. Он сказал «хорошо». Когда вы говорите хорошо о ком-то, вы благословляете. Я говорил своим детям. «Каждый раз, когда вы будете подходить ко мне, я буду благословлять вас». Я сказал «каждый раз, когда будете подходить, каждый день я буду благословлять вас». Одна из моих дочерей говорила «благослови меня». Каждый раз я буду говорить о вас хорошо. Я буду благословлять вас. Я буду высвобождать нечто, говоря о вас хорошо. Но заметьте, что говорится в 11 главе Евангелия от Марка. Перелистите туда Евангелие от Марка 11 глава Я благодарю Бога за то, что ваши умы помазаны Ни вы, ни я Мы не запутаемся Вы примете эту истину И расширите свою территорию И вы будете в этом году действовать в таком благословении Слава Богу Благость Такая благость коснется вас в этом году Потому что я показал вам, как извлекать ее Да, я верю в то, что вы уже благословлены Да, я в это верю Но поскольку вы уже были благословлены Вы можете что-то говорить Вы не смогли бы сделать то, что я инструктирую вас сделать Если бы вы не были благословлены И если бы не то, что Иисус уже сделал Итак, Евангелие от Марка 11 глава 12 стих На другой день, когда они вышли из Вифании Речь об Иисусе и его учениках Он взалкал И увидев издалека смоковницу, покрытую листьями Пошел Не найдет ли чего на ней Но придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев Все знали, что если на смоковнице есть листья То должны быть и плоды Ибо еще не время было собирания смоков И сказал ей Иисус Иисус собирается что-то сказать смоковнице Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек И слышали то ученики его Каков был результат сказанного Иисусом 20 стих Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня Итак, очевидно, что Иисус сделал за смоковницей что? Он проклял ее Однако он не проклял смоковницу, сказав «Ты проклята» Но проклял ее, сказав о ней негативно Когда вы говорите хорошо, вы высвобождаете благословение Когда вы говорите плохо, вы высвобождаете проклятие Благословение приходит через ваши слова, когда вы говорите хорошо Благословение приходит через ваши слова, когда вы говорите хорошо Проклятие приходит через ваши слова, когда вы не говорите хорошо Писание предупреждает нас о том, что благословения и проклятия не должны исходить из одних и тех же уст Вам понятно, о чем речь? Когда вы благословляете кого-то, вы говорите о нем хорошо Когда вы кого-то проклинаете, вы говорите о нем негативно Следующий вопрос такой А кто может благословлять? Мы объяснили, как приходит благословение Оно приходит через слова, так? Поймите, что я говорю Если вы не скажете, благословение не придет, хотя оно и есть у вас Я знаю, что во мне уже есть завершенные дела Иисуса Христа Но я должен взаимодействовать, сотрудничать и соответствовать для того, чтобы моя вера была в согласии с тем, что, как я верю, у меня есть В шестом стихе послание к Филимону говорится Я должен признавать то, что это реально и существует Моя жизнь должна соответствовать моей вере в то, что уже сделано Но тут сказано Что благословения не приходят без слов Даже сам Бог, благословляя, сказал Кто же может благословлять? Мы знаем, кто Во-первых, Бог может благословлять Мы это видели, да? Во-вторых, может благословлять тот, кто облечен духовной властью Скоро мы увидим, что Мелхиседек высвобождал благословение И в-третьих, если рядом с вами нет того, кто облечен духовной властью А вы видите, что ваша жизнь идет не туда, куда надо Вам надо научиться Послушайте Благословлять себя Я знаю, это звучит эгоистично Брат Доллар, поверить не могу Вы собираетесь научить нас, как нам просить благословения для себя? Как благословлять себя? Не станем ли мы частью клуба «Благослови меня»? О да, я очень смело говорю Прямо в эту камеру Да, я участник клуба «Благослови меня» Потому что дело вот в чем Если мы не будем благословлены, то и другие тоже не будут В книге «Бытие» Бог говорит Аврааму «Я благословляю тебя, чтобы и ты был благословением» Хорошо Итак, благословляет Бог Лица, облеченные духовной властью Отцы, наставники Они благословляют И вы можете просить Бога благословить вас Прежде чем пойти дальше Давайте откроем 12 главу книги «Бытие» Думай о том, что сказать дальше Книга «Бытие» 12 глава Сегодня утром я брился, и мне все время приходило в голову что-то новое Я делал записи Сделал себе напиток Ага, вот о чем надо подумать Я подумал, что все закончил Вышел из дома И тут пришла другая мысль И об этом надо подумать Пришла та же мысль Не напрасно ли это повторение? О, я так рад, что у меня есть личное отношение с Иисусом Ведь суть молитвы В развитии отношений с Богом Бог хочет отношений Давайте я дам вам определение благословения Благословение — это сила производить шалом Во всех областях жизни Шалом — это еврейское слово, означающее мир Благословение — это сила преуспевать Это сила производить мир Безопасность Сохранность Здоровье Сила производить шалом во всех областях жизни Во всех областях жизни Кому из вас известно, что такое необходимо вам каждый день? Верно? Сила производить шалом Она нужна вам каждый день в вашей жизни Послушайте, что говорится об отношениях Бога и Авраама Первый стих 12 главы книги Бытия И сказал Господь Аврааму «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе И я произведу от тебя великий народ И что, смотрите Благословлю тебя И возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении» Обратите внимание, что говорит Бог «Я благословлю тебя, чтобы...» Какая цель? Ты был благословением Итак, Бог говорит нам «Я люблю тебя, чтобы ты...» Что? «Любил» «Я простил тебя, чтобы ты...» Что? «Прощал» «И я благословил тебя, чтобы ты...» «Благословлял» Но если вы не приняли благословение Бога Не приняли того, что Он сказал о вас То и вы не сможете благословлять и говорить хорошо о других «Я говорю о вас то, чем меня наделил Бог» Скажите «Я благословен, чтобы быть благословением» «Я благословен, чтобы быть благословением» Послушайте меня Скажите это «Я не смогу благословить вас» «Если сам не был благословлен» Если вы подумали только о деньгах Ваши благословения намного больше этого Благословение — это сила иметь шалом во всех областях жизни Что бы ни происходило в вашей жизни В ней есть шалом О Иисус Что бы ни происходило в вашей жизни Вы способны сделать дело И вы знаете это от Бога Только вы решите, что это от вас И вы уже в заблуждении Истина в том, что я наделен силой Меня наделил силой, благословивший меня И теперь я могу благословить вас Эта истина изменила мою жизнь Я принял решение С кем бы я ни общался Я буду благословлять этого человека Да кто вы такой, чтобы благословлять кого-то? Я благословенный человек Или же Вы благословите меня И что же вы мне дадите? Я вам скажу что-то О Иисус Послушайте дальше Я благословлю благословляющих тебя И злословящих, злословящего тебя Прокляну Слушайте Бог не тратит время на то, чтобы проклясть многих людей Он благословляет благословляющих И проклинает проклинающего Благословляющего Множественное число Проклинающего Единственное Бог намного больше хочет благословить, чем проклясть Вы видите это? Я благословлю благословляющих тебя И злословящих, злословящего тебя Прокляну И что дальше? И благословятся в тебе все племена земные Я хочу, чтобы вы что-то заметили Бог уже провозгласил Он уже провозгласил благословение над Авраамом И вы можете подумать Зачем Бог опять делает это? Почему Бог благословляет и благословляет его? Книга Бытие, 14 глава Мы видим, как Бог благословляет Авраама Но вот и лицо, облеченное духовной властью Тоже благословляет его Книга Бытие, 14 глава Бытие, 14 глава 19 стих О Мелхиседеке Начнем с 18 стиха И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино Он был священник Бога Всевышнего И благословил его И сказал Вот оно снова И благословил его и сказал Что? Благословен Авраам от Бога Всевышнего Владыки неба и земли Мелхиседек благословил его и сказал Благословен ты Авраам ответил О, слава Богу! Я благословен И отдал десятую часть от добычи, взятой в сражении Я благословен Я благодарен Богу за десятину Которую отдают благословенные люди Я благословен Но вот вопрос Вот что я хочу разобрать Если я уже был благословлен То для чего мне говорить Или молиться Или просить Господа Благословить меня сегодня, завтра и дальше Давайте я приведу вам такую иллюстрацию Если бы вы были пятилетним ребенком И ваш отец был бы миллиардером К несчастью, он умер и оставил свои миллиарды пятилетнему ребенку Может ли ребенок сразу же получить все наследство? Он получает его не сразу А подготавливается принять его Вам понятно? Он не получает его сразу же Бог благословил вас Но вы не получаете всего за один раз Не так, что Бог сказал Я благословил тебя И бам! Все благословения на вас Бог дал вам наследие Но оно будет дано вам в определенные периоды вашей жизни Какие-то части наследства вы не получите Пока определенные вещи в вашей жизни Не станут на место Пока приоритеты не будут выстроены в правильном порядке Почему? Потому что если части наследства будут даны вам не в то время Это нанесет вам вред Хотя на имя пятилетнего ребенка записан Ламборджини В таком возрасте он водить его не может И делать такое опасно для его жизни Вы слушаете меня? Подобным образом мы были благословлены всей полнотой Божьей благословений Но при этом своими устами мы должны говорить Просить и молиться о том Чтобы каждая часть этой полноты благословений Приходила в нашу жизнь Вы говорите Я уже благословлен Зачем мне еще и просить? Я уже имею благословение Религия научила вас Что если вы просите более одного раза Вы тем самым блокируете свое благословение Я об этом поговорю Но прежде откройте первую главу Парлипоминон Потому что некоторые из вас скажут Недостойно просить Бога благословить тебя после того Как Он уже благословил Это недостойно Так говорят некоторые из вас Я здесь не для того, чтобы запутать вас Но поймите Вы не получаете все благословения за один раз Бог хочет, чтобы вы получили все благословения Да, Он дает вам необходимое для жизни Но без говорения не будет и благословения Первая книга Парлипоминон, 4 глава О, слава Богу С такими проповедями у некоторых из вас возникают проблемы Вы забегаете вперед и начинаете придумывать Поэтому оставайтесь со мной Не забегайте вперед Не отклоняйтесь ни вправо, ни влево Не задавайте себе вопросы А почему? Просто оставайтесь со мной Как будто вы маленький ребенок И делаете только то, что вам говорят мама и папа Потому что сами вы ничего не знаете Не поступайте как подросток Который не делает ничего из того, что ему говорят родители Потому что думает, что знает все Первое послание к Коринфянам, 4 глава Ну конечно, первое Парлипоминон, 4 глава Первое Парлипоминон, 4 глава Девятый стих Мы прочтем о парне по имени Иавис Вы все узнаете о нем, прочтя два места Писания Иавис был знаменитей Ого Иавис был знаменитей своих братьев Мать дала ему имя Иавис, сказав Вот что она говорила Каждый раз называя его по имени Печаль Мать дала ему имя Иавис, сказав Я родила его с болезнью Представьте иметь такое имя Печаль Всю свою жизнь Печаль, иди сюда Печаль, вынеси мусор Печаль, помолчи Печаль, почему ты себя так ведешь Представьте себе такое Это все равно как проклятие Что же делать, когда авторитетные в твоей жизни лица проклинают тебя? Про некоторых из вас в детстве говорили негативные вещи Ваши родители, не зная, что говорят Провозглашали над вами плохое Представьте, каково это иметь имя Печаль Всю свою жизнь Что же делать? Десятый стих И возвал Иавис к Богу Израилеву И сказал Послушайте, что сказал Иавис О, если бы ты благословил меня твоим благословением Распространил пределы мои И рука твоя была со мною Охраняй меня от зла, чтобы я не горевал И смотрите, что произошло И Бог не спасал ему, чего он просил Я хочу, чтобы вы были, как Иавис Не в смысле значения его имени Но чтобы вы поступили, как он Как видно, мое имя не благословляет меня Так буду благословлять себя сам Я воззову к Богу Израилеву Кто-то скажет Это же высокомерно, эгоистично При всем том, через что проходят люди Зачем это он молится Чтобы Бог благословил его Надо ведь молиться, чтобы Бог благословлял других В этом все и дело Я не могу быть благословением Если сам не благословлен Если у меня имя печаль Поэтому Иавис сказал О, если бы ты благословил меня твоим благословением И тут есть разные уровни благословений Распространил пределы мои Я хочу, чтобы вы так молились каждый день В этом году Благодарю тебя, Господи Благослови меня твоим благословением Распространи пределы мои Расширь мою территорию О, Иисус, слава Богу Расширь мои границы Знаете, что вы говорите? Единственное, что мешает вам принять больше Это ваша неспособность принять Вы тем самым ограничиваете благословение Божьей Поэтому расширьте свою территорию Расширьте свои границы Скажите Боже, расширь мои границы Расширь мою территорию И послушайте, о чем он молится дальше И рука твоя была со мною Для чего? Охраняй меня от зла Кто из вас знает, что для каждого дня вашей жизни У дьявола есть злой план? Он говорит Я помолюсь о том, чтобы Господь защитил меня от зла не один раз Не знаю, какое зло враг приготовил мне сегодня Поэтому каждый день буду молиться Господь, сохрани меня от зла У вас возникает вопрос Минутку, если я буду говорить так каждый день То смогу ли я тем самым каждый день останавливать зло? Я скоро покажу вам этот момент Но давайте я возьму как пример ваше общение с женой каждый день Вот вы женились У вас прошел медовый месяц Хвала Господу Спасибо Иисус Благословено Святое Имя Его Вы смотрели на жену И от всего сердца говорили громко Я люблю тебя Паралипоминон, 4 глава О, слава Богу С такими проповедями у некоторых из вас возникают проблемы Вы забегаете вперед и начинаете придумывать Поэтому оставайтесь со мной Не забегайте вперед Не отклоняйтесь ни вправо, ни влево Оставайтесь со мной Не задавайте себе вопросы А почему? Просто оставайтесь со мной Как будто вы маленький ребенок И делаете только то, что вам говорят мама и папа Потому что сами вы ничего не знаете Не поступайте как подросток, который не делает ничего из того, что ему говорят родители Потому что думает, что знает все Первое послание Коринфянам, 4 глава Ну конечно, первая книга Паралипоминон, 4 глава Первая Паралипоминон, 4 глава Девятый стих Мы прочтем о парне по имени Иавис Вы все узнаете о нем, прочтя два места Писания Иавис был знаменитее Ого Иавис был знаменитее своих братьев Мать дала ему имя Иавис, сказав Вот что она говорила, каждый раз называя его по имени Печаль Мать дала ему имя Иавис Сказав Я родила его с болезнью Представьте, иметь такое имя Печаль Всю свою жизнь Печаль, иди сюда Печаль, вынеси мусор Печаль, помолчи Печаль, почему ты так себя ведешь Представьте себе такое Это все равно, как проклятие Что же делать, когда авторитетные в твоей жизни лица проклинают тебя? Про некоторых из вас в детстве говорили негативные вещи Ваши родители, не зная, что говорят, провозглашали над вами плохое Представьте, каково это иметь имя Печаль всю свою жизнь Что же делать? Десятый стих И возвал Иавис к Богу Израилеву и сказал Послушайте, что он сказал Послушайте, что сказал Иавис О, если бы ты благословил меня твоим благословением Распространил пределы мои И рука твоя была со мною Охраняй меня от зла Чтобы я не горевал И смотрите, что произошло И Бог не спасал ему, чего он просил Я хочу, чтобы вы были, как Иавис Не в смысле значения его имени Но чтобы вы поступили, как он Как видно, мое имя не благословляет меня Так буду благословлять себя сам Я воззову к Богу Израилеву Кто-то скажет Это же высокомерно, эгоистично При всем том, через что проходят люди Зачем это он молится, чтобы Бог благословил его? Надо ведь молиться, чтобы Бог благословлял других В этом все и дело Я не могу быть благословением Если сам не благословлен Если у меня имя Печаль Поэтому Иавис сказал О, если бы ты благословил меня твоим благословением И тут есть разные уровни благословения Распространил пределы мои Я хочу, чтобы вы так молились каждый день в этом году Благодарю тебя, Господь Благослови меня твоим благословением Распространи пределы мои Расширь мою территорию О, Иисус, слава Богу Расширь мои границы Знаете, что вы говорите? Единственное, что мешает вам принять больше Это ваша неспособность принять Вы тем самым ограничиваете благословение Божьей Поэтому расширьте свою территорию Расширьте свои границы Скажите Боже, расширь мои границы Расширь мою территорию И послушайте, о чем он молится дальше И рука твоя была со мною Для чего? Охраняй меня от зла Кто из вас знает, что для каждого дня вашей жизни У дьявола есть злой план? Он говорит Я помолюсь о том, чтобы Господь защитил меня от зла не один раз Не зная, какое зло враг приготовил мне сегодня Потому каждый день буду молиться Господь, сохрани меня от зла У вас возникает вопрос Минутку, если я буду говорить так каждый день То смогу ли я тем самым каждый день останавливать зло? Я скоро покажу вам этот момент Но давайте я возьму как пример ваше общение с женой каждый день Вот вы женились У вас прошел медовый месяц Хвала Господу Спасибо Иисус Благословено Святое Имя Его Вы смотрели на жену И от всего сердца говорили громко Я люблю тебя Ага Да Вопрос Вот это самое провозглашение Я люблю тебя Должно ли оно длиться весь брак? Так что смотрите Ваша жена подходит к вам Она подходит к вам в конце недели и говорит Ты меня любишь? И представьте, что вы отвечаете Не знаю, что с тобой не так, женщина Не знаю, что с тобой Я же сказал в день, когда женился на тебе, что люблю тебя Так зачем ты опять спрашиваешь Люблю тебя или нет? Ты что, не веришь, что приняла мою любовь? Ты сомневаешься в моей любви? Теперь вам понятно? Кто из вас знает, что это вложение надо будет делать всю жизнь? Я люблю тебя Я люблю тебя Но попробуйте поумничать со своей женой Я люблю тебя И говорю это раз и на все времена Поэтому больше не спрашивай меня Есть что-то, необходимое вам каждый день Давайте я вам покажу Иисус старался сказать нам это Когда ученики попросили Его Господи, научи нас молиться Мы хотим научиться молиться Многое из того, что есть у вас в голове Произошло от плохого религиозного учения о молитве Давайте откроем 6 главу Евангелия от Матфея И узнаем, так ли это Вот что я хочу быстро разобрать и показать вам Ученики спросили Иисуса Как молиться? И он ответил им Молитесь же так Отче наш, сущий на небесах Да святится имя Твое Да приидет царствие Твое Да будет воля Твоя и на земле, как на небе Обратите внимание на то, что он сказал Хлеб наш насущный, дай нам на сей день И прости нам долги наши Как и мы прощаем должникам нашим И не веди нас в искушение Но избавь нас от кого? Избавь нас от кого? Он сказал Хлеб наш насущный, дай нам на сей день И часть этого насущного хлеба Избавь нас от лукавого Каждый день Не веди нас в искушение Каждый день Хорошо, поймите Это никогда не предназначалось быть формальной молитвой не предназначалась для цитирования в качестве молитвы. Вопрос был, скажи нам, как молиться. И Иисус дал им основные моменты, которые необходимо делать, когда молишься. Но цитировать молитву Господню, как делают многие, такого намерения для вас у Иисуса не было. На самом деле, такое цитирование — это напрасное повторение. Напрасное повторение — это когда вы молитесь по памяти, когда вы твердите что-то, заученное наизусть, и оно не исходит из вашего сердца. Это напрасное повторение. И никакого толку, никакой пользы вам от него нет. Я могу дать вам короткое учение о молитве, чтобы было понятно, о чем идет речь. Откройте Евангелие от Матфея, 7 главу, 7 и 8 стихи. Иисус говорил о том, как конкретно надо молиться. От Матфея, 7 глава, 7 и 8 стихи. «Просите и что? Дано будет вам». «Ищите и что? Найдете». «Стучите и что? Отворят вам. Ибо всякий, просящий что? Получает. И ищущий что? Находит. И стучащему что? Отворят». Послушайте, как сказано в расширенном переводе. «Постоянно просите, и дано будет вам. Постоянно ищите и найдете. Постоянно стучите, с почтением, и отворят вам. Ибо всякий, постоянно просящий, получает. И постоянно ищущий находит. И постоянно стучащему отворят». То есть, эти вещи мы делаем каждый день, но религия научила вас. Нет, просить надо только один раз. А что, если вы попросили один раз, не веря, что получите? Просить больше не надо? Один человек спросил меня, «Брат Доллар, а есть такое, о чем надо молиться больше, чем один раз?» Очевидно, есть, раз вы спрашиваете. Потому что, если вы попросили веря, что получите, вам другой раз просить не надо, у вас это уже есть. А мы думаем, что тут есть нечто магическое. Если попросишь два-три раза, ничего не получится. Но я прошу не по плоти и не опираясь на свои усилия. Я прошу, потому что знаю, что Бог даст мне просимое. Я буду постоянно просить. Я буду постоянно стучать. Я буду постоянно воздавать хвалу. Я буду постоянно делать все остальное, потому что так говорит Писание. Слушайте дальше. Вернемся к Евангелию от Матфея 6, 5. «И когда молишься, не будь как лицемеры». Обратите внимание на то, что Он говорит, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Первое, на что нужно обратить внимание, лицемеры любят молиться. Я говорю, лицемеры любят молиться. Но что говорит Писание? Вы не знаете, насколько сильны короткие молитвы. Вера проявляется в коротких молитвах. Мы видим, как Иисус молился короткими молитвами. Встань! Но нет, не мы. Господи Божий, Отец Небесный, Бог Авраама, Исаака и Иакова, «Дети твои в смирении приходят к тебе». Прежде всего, лицемеры любят молиться. И еще он не говорит долго молиться. Молитесь по сути дела. Божий, исцели меня. Спасибо. От молитвы нет никакой пользы, если у вас нет связи с Богом. Общение требует взаимодействия. Поэтому в молитве говорите не только вы, но и Бог. Молитва — это общение с Богом. Пятый Псалом. Кажется, это здесь. Пятый Псалом. Зачастую мы думаем, что молиться — значит просто открывать уста. Я вам здесь что-то покажу. Пятый Псалом, второй стих. Это радикально. И я знаю, что это так. Я знаю, что у некоторых из вас происходит детоксикация от религии. О, Иисус. Что, правда? Второй стих. Читаем вместе. Готовы? Читаем. Услышь, Господи, слова мои. Уразуми мои что? Помышления. О, вы слышали, что сказал Давид? Услышь, Господи, слова мои. Уразуми помышления мои. Он установил связь между молитвой и размышлением. То есть, если вы размышляете, даже не говоря ни слова, вы молитесь. Размышление над словом, помышление о делах Божьих — это молитва. Я покажу вам, как это делал Иисус. Евангелие от Иоанна, 11 глава. Иисус стоял у гробницы Лазаря. Он был готов воскресить его из мертвых. Прочитайте 41 стих. Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал... Послушайте, что он сказал. «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня». Что? Он же еще не молился. Но вдруг сказал... «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня». Очевидно, он молился в своем сердце. Очевидно, и Иисус помолился в своем сердце об этой ситуации. «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня». Мы думаем, что молитва — это когда вы открываете уста, и кто-то слышит вас. Но когда я размышляю и молюсь из своего сердца, и вы не слышите ни слова из моих уст, Бог слышит помышления сердца моего. О, слава Богу! И опять-таки, прочтем седьмой стих шестой главы Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея 6-7 «Омолясь...» Нам важно это понять. «Омолясь...» Не говорите лишнего. Не используйте напрасные повторения. Подчеркните эти слова, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Знаете, что такое многословие? Напрасное повторение. Не тогда, когда вы используете синонимы, когда вы молитесь так, «О, дорогой Боже, великий, чудесный Бог!» Не это многословие и напрасное повторение, а вот что. Запоминание молитвы и цитирование ее по памяти — это напрасное повторение. Запоминание молитвы и цитирование ее по памяти — это напрасное повторение. К примеру, механическое повторение молитвы Господней. Ученики спросили Иисуса о том, как молиться. Иисус сказал им, что прежде всего — хвала и поклонение, затем — благодарение за пришествие Царствия, «Дальше просьба о каждодневном, о хлебе насущном». А часть этого — избавление от искушения, избавление от зла. Иисус учит их молиться. Однако Он не имел в виду, что они заучили молитву Господню наизусть, поместили ее в рамку и каждый день произносили по памяти. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь». Такая молитва исходит не из сердца, а из памяти. Это напрасное повторение. Бог хочет отношений, а не структурированных молитв, цитируемых перед Ним. Он хочет отношений. Он хочет, чтобы вы, придя к Нему, говорили, «Боже, я так люблю Тебя. Господи, благодарю Тебя за этот день. Прошу Тебя, благослови меня сегодня. Распространи пределы мои. Сохрани меня от зла. Я воздаю Тебе хвалу». А затем вы сидите и слушаете, что Господь скажет вам о сегодняшнем дне. Есть разница между ветхозаветной и новозаветной молитвой. Вы помните, когда... Откройте 50-й псалом. Я не планировал тратить на это много времени, но, очевидно, это необходимо. Прочтите со мной 12 и 13 стихи. Готовы? Читаем. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого. Не отними от меня». Это была правильная молитва для времен Ветхого Завета. Но что в ней не так для времени Нового Завета? А? Что в ней не так? Она соответствует Новому Завету? Нет. Почему? Потому что у нас уже есть чистое сердце. Наше сердце уже чистое. Когда мы получили чистое сердце? В день нашего рождения свыше. Поэтому мы не молимся Богу о том, чтобы Он сотворил в нас чистое сердце. Оно уже есть у нас. Мы не просим «Дух правый обнови внутри меня». Наш Дух рожден свыше. Мы не просим Бога о Его присутствии. Мы в Его присутствии. Мы, как новозаветные христиане, не молимся словами, несоответствующими действительности. Мы молимся в соответствии со словами Нового Завета. То же самое относится и к молитвам в церкви. Если мы молимся перед служением, «Будь с нами на служении», «О, Отец, будь с нами сегодня на служении», то это неправильная молитва. Почему? Потому что Бог уже с нами. В посланнике Евреям 13.5 сказано, что Он никогда не оставит и не покинет нас. Поэтому молиться таким образом не надо. Любая молитва, не являющаяся частью завершенных дел Иисуса Христа... Понятно то, что я сказал? Молитва, не являющаяся частью завершенных дел Иисуса Христа, это неправильная молитва. Наши молитвы должны соответствовать завершенным делам Иисуса Христа. Правильно? Если я молюсь о благословении, это соответствует завершенным делам Иисуса Христа? А? Вам понятно, о чем я говорю? Разве это напрасное повторение, когда я каждый день молюсь о насущном хлебе? Когда я молюсь так, как сказал мне Иисус? Хорошо молиться так. Боже, дай мне то, что мне нужно сегодня. А знаете, что мне нужно сегодня? Благословение. Оно нужно мне каждый день. Оно необходимо мне каждый день, поскольку все благословения не могут прийти на меня за один раз. Благословение нужно мне каждый день. Это часть моего благословения. И вот что еще нужно мне каждый день. Я не знаю, что дьявол придумал, чтобы навредить мне сегодня. Но Бог знает, у меня есть мудрость. И я благодарю тебя, Господь, за мудрость. И я благодарю тебя за то, что сегодня ты защитишь меня от всякого зла, Отец. И также Писание говорит, при этом расширяй свою территорию. Не оставайся на одном месте. Аллилуйя! Некоторые из вас не понимают, что такое настоящий успех. Настоящий успех — это не вкусить успех и удовлетвориться этим. Некоторые из вас добились успеха и удовлетворились этим. Вы тем самым ограничиваете Бога Израиля. А Он хочет сделать в вашей жизни намного больше, если вы не будете Ему мешать. Я принял решение убрать все препятствия. Слава Богу! Мне все равно, если это для кого-то проблема. Я убираю все лимиты. Аллилуйя! Насколько далеко ты хочешь, чтобы я пошел, Боже? Какой широте ты призвал меня? Я убираю лимиты и распространяю пределы мои, Боже. Я отвергаю поражение. Я сомневаюсь в нем. Я не верю в него. Я не верю в поражение. Мне все равно, как это выглядит со стороны. Я не верю в поражение. Я сомневаюсь в нем. У меня сомнения относительно поражения. Вы каждый день сомневаетесь в Боге. Вместо этого, сомневайтесь в поражении. Перестаньте сомневаться в том, что обещал Бог, и начните сомневаться в своих сомнениях. Питайте свою веру и сомневайтесь в своих сомнениях. Кто-то говорит вам, вы, вероятно, сомневаетесь, а вы, сомневаясь в том, что сомневаюсь в этом, вы, конечно, не получите суммы больше той, что получили. Конечно, я сомневаюсь в сказанном вами. Так, а сколько еще успеха вам надо? Да вы не поняли. Я хочу большего успеха не для себя. Есть много людей, которые еще не услышали Евангелие, и Бог распространяет мои пределы. Он расширяет мои территории, но Ему нужно, чтобы я открыл свои уста и помолился молитвой Иовиса. Господи, благослови меня. Благослови меня. Вот то, что я только что сказал. Я сказал не по ошибке. То, что я сказал, я сказал не по ошибке. Особенно в Еврите. Вы видите это весьма часто. Исайя 3 стих 26 главы. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Если вы исследуете слово «совершенном», то окажется, что переводится оно так же, как и слово «мире», то есть получается «шалом-шалом». «Твердого духом ты хранишь в шалом-шалом». Переводчик подумал, не пойму, зачем здесь это слово дважды? И потому перевел, «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире». Вместо «хранишь в шалом-шалом». Послание к евреям 11.6 то же самое. Где сказано, и ищущим его воздает. Писание говорит, воздает, воздает. Делай акцент на награду. Награда, награда, мир, мир. Акцент на награда, награда. Акцент на мир, мир. Акцент на награда, награда. Акцент на мир, мир. Возвращаясь к Киавису из первой книги Паралипоминон, когда он начал молиться, где моя Библия? Дайте я использую вашу Библию, или лучше компьютер. Я могу скользить, у меня новые туфли. Первое послание к Коринфянам, то есть первая книга Паралипоминон. Где это? Вы посмотрите, у этого парня был характер, было дерзновение. У него была свобода. Была смелость. Смелость — это когда вы знаете, что имеете право. Это как ребенок, который знает, что имеет право зайти к отцу, даже когда он встречается с президентом. Ваш ребенок заходит, «Привет, папа!» Берет у вас жевательную резинку и уходит. Послушайте, что он сказал. Десятый стих. «И возвал Иовис к Богу Израилеву и сказал, «О, если бы ты благословил меня твоим благословением!» В еврейском тексте слово «благословил» стоит два раза. Знаете, что он сказал? «Господи, благослови!» «Благослови меня!» Или «Барак, барак!» У этого парня было достаточно смелости, чтобы прийти к Богу и сказать, «Благослови меня!» «Благослови!» 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 «Благослови меня!» И Библия говорит, что он был знаменитее, почетнее своих братьев. Поэтому не говорите, что есть что-то неправильное в том, чтобы приходить к Богу и говорить, «Благослови!» «Благослови меня!» К этому я и призываю вас. Сегодня, завтра и до конца этого года говорить, «Благослови!» «Благослови меня!» Вы направляетесь в ванную и говорите, «Благослови!» «Благослови меня!» «Барак!» «Благослови меня!» потому что вы не знаете, какой уровень вклада будет извлечен сегодня. Какой уровень вклада будет извлечен для вас сегодня? Благослови. Благослови меня. И давайте посмотрим, что он еще говорит, помимо «благослови, благослови меня». Смотрите, он говорит, «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, кто из вас готов к распространению ваших пределов?» Нет, не тот вопрос. Задам другой. Вы с этим справитесь? Вы не услышали, что я сказал. Можете ли вы справиться с тем, что Бог готов сделать в этом году? Можете ли вы справиться с благостью, которую Бог хочет явить вам? Вы не можете вместить всего, что Он хочет сделать. То же самое с Петром. Он хотел благословить Петра, но у него не было достаточно сетей для того, что хотел сделать Бог. У него не было достаточной товарища для того, что хотел сделать Бог. У него не было достаточно лодок для того, что хотел сделать Бог. Он должен был упасть на колени и сказать, «Барак, барак, благослови, благослови меня, распространи пределы мои». Бог хочет сделать намного больше того, к чему вы готовы. И такая молитва не эгоистичная. «Господи, вот чего я хочу. Я хочу, чтобы ты сделал для меня все, что ты хочешь». Знаете, какая молитва эгоистичная? Вот какая. «Господь, благослови меня, мою жену». «Благослови моего попугая Ральфа, мою собаку». Или «Боже, благослови Америку и больше никого». Это самая эгоистичная молитва. Почему? Потому что вы не думаете ни о ком, кроме себя. Но эта молитва о благословении не только ради вас. Смотрите, что он говорит в свете этого. «Господи, благослови меня и распространи пределы мои».